Бои Суперлиги Это самые сильные, самые умелые, самые выносливые, самые грозные средневесы Европы Которые, впрочем, доказали, что они сильнейшие и на мировых рингах И следующий бой Тайский бокс, кикбоксинг, средний вес до 73 килограммов Встречаются Фадди Мирза, Австрия и датчанин Оле Багио Ларсен И кто первый выйдет Ну и Тайский боксер Оле Багио Ларсен Хорош, ничего не скажешь И, вы знаете Не так давно В Падуе, в Италии был поединок в Суперлиги Встречались с Грегори Шверцем И очень тяжелый был бой И Серьезно ему досталось там в прошлом бою И Фадди Мирза там же бился Бился он с Джон Вейн паром И оба проиграли Сейчас есть реальная возможность реабилитироваться Поправить немножко свой рейтинг И поэтому я думаю, что биться будут просто серьезно Не щадя живота своего И я думаю, что не только этим будет обусловлено, что бой мы ожидаем увидеть очень серьезный Все дело в том, что уже встречались Встречались и Оле Багио Ларсен Или Багио, как угодно можно говорить Можем проще звать Ларсен его будем звать И Фадди Мирза Они встречались И Ларсен выиграл Поэтому сейчас Предстоит очень сложный бой И вот Мирза изменил цвет волос Фадди Мирза Чемпион мира среди юниоров По версии WPKL И чемпион Европы По версии WKA Ну или WKA Оле Багио Ларсен В свою очередь Чемпион Европы По версии IKF Чемпион мира По версии IMTC И Обладатель Чемпионского Титула На Турнире В Таиланде Который посвящен Дню рождения Короля Таиланда 20 побед 7 поражений И 8 нокаутов Ну Посмотрим Что нас ждет Сегодня В этом бою Да Этот мир Действительно Мир бойцовский 26 лет Фадим Мирза Метр 80 Его рост 72 килограмма 37 побед 9 поражений 1 ничья И 26 нокаутов Однако же Несмотря на свою Ударную мощь Уступил он Оле Багио Ларсену И Думаю сейчас Он все положит Здесь на этом ринге Все силы свои Чтобы Уложить Ларсена Рик Коку Рефери из Нидерландов Капа на месте Бандаж на месте Перчатки Все как положено Две руки Две ноги И Нужен только соперник Вот такой немножко Какой-то Пугающий Вид У Оле Багио Ларсена Такое ощущение Что трусы его Сшиты Из веселого Роджера Череп с костями Украшает Скромный наряд Боксера Пять раундов По три минуты Ждут боксеров И Зрители В нетерпении Ожидают Вот молитва Благословение Рефи Секунданта Очень серьезное дело Бой Это действительно бой Хороши боксеры Ну Фадимир Зат Чуть повыше На три сантиметра Напомню Вес Боксеров До 73 килограммов Первый раунд Начинается Спокойно На дистанции Оба Левосторонние Стойки Оба Правши Первый раунд Неторопливо Начинается Сближается И На дистанции Постреливают Ногами Начинается Фронткиков Обмениваются Топчущими Ударами В разрез Между рук Корпус Знают уже Друг друга Хорошо И не только По видео А бились В ринге Вот сейчас Был на голову Выше Боксировал Быстрее Мощнее Но Что-то изменилось Мало ли Небольшая Болячка Болячка Небольшая Хворь Насморк Бессонная Ночь И вот Ты уже Не так Быстр И вот Сейчас происходит Как раз Та самая Разведка Во время Которые 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 Почувствовать Почувствовать Надо Своего Соперника Очень уверенно Стоит Багио Ларсен Хорошо Бьет Далеко Но Падемер За Быстр Очень быстро Разрывает Дистанцию Хорошо Пробил Мерза Сейчас Поймал Дистанции Левой Хлеснул И правой Добавил Достал Но Пока Это первый Раунд И все Еще Свежи Силы Через Край Хлещут Первый Раунд Закончился Но Каков Был Предыдущий Бой Питера Крука С малопетом Ситропом Таец Начал Очень интересно Начал Уверенно Но Вот Настойчивость Питера Крука Сделала Своя Принесла Результат В то же время Альберт Краус В первом поединке Своей удивительной Настойчивостью Вырвал победу И досрочно Сейчас посмотрим Кто будет В этом поединке Первом Ну Напомню Напомню Что Фадимир За Он из Австрии Ему 26 лет Весит он 72 килограмма Сейчас Рост Метра 80 И я уже говорил Что он Чемпион мира Среди юниоров По версии WPKL Чемпион Европы Взрослых По версии WKA И Фадимир За В синих Трусах Оле Баги Ларсен В черных С крестом С черепом То что Боксеры знают Друг друга Это С одной стороны Хорошо А с другой стороны Здорово Усложняет Ведение Этого Боя Потому что Они примерно Равны По Своей Квалификации Оба Хорошие Мастера Вот то что Они знают Друг друга На что Способны Хорошо Уже проверили Не раз В ринге Уже Бились До этого Так что Вот сейчас Бой Будет Очень напряженный Ну Фадимир Зато Проиграл Предыдущий бой В поле Байя Ларсона Поэтому Он немножко Сейчас Несмотря на то Что все время Отступает Вторым номером Работает Все время Приглашает Зовет Ну иди сюда Ну иди сюда Давай Я тебя Давно ждал Все-таки Он должен Устроить Матч Реванш И вот здесь И вот здесь Надо было Ловить Немножко Упустил Момент Фадимир За Тот Самый момент Когда Ларсен Провалился Здесь Нужно было Включать Либо ногу Либо руку Не поверил Фадимир За Удачу Которая ему Привалила Не стал Наносить удар Но он Заслуженно Создал Преимущество В таком Боевом И игровом Моменте Он переиграл Ларсена Вывел его На положение Хорошей мишени Но Не воспользовался А сейчас Здорово Пробил Такую Троечку И Я думаю Что даже Ларсену Понравилось Опасно Коленом Бил Сейчас Ларсен Немножко На мой взгляд Помощнее Смотрится Ларсен Я думаю Сейчас Не допустит Рефери работает В клинче Попросит Разойти Боксеров Ларсен Явно Тяготеет К тому Чтобы захватить Мерзу И Нанести удар Коленом Хороший Раунд Хороший И вот Сейчас Отдыхает Оле Баги Ларсен Довольно Сложное Положение Он находился Когда Его ногу Захватил И вот Момент Когда Нужно было Бить С правой Ноги Но Чуть-чуть Упустил Этот момент Прозевал Все было По правилам Оле Баги Ларсен Прозвище Его Железный Кулак Это говорит о том Что Бьет Тяжело Бьет Сильно И соперник Должен Готовиться К серьезной Встрече 26 лет Оле Баги Ларсену Весит 73 килограмма Рост Его Метр 77 Чемпион Европы По версии Киев Оле Баги Ларсен Вот Начался Третий Раунд Ларсен В черных Трусах Мерза В синих Трусах Небесно Голубых Все два раунда Мерза Работал вторым номером И работал очень успешно На опережение Построил свою тактику Держит хорошо дистанцию Четко смещается Уходит Ныряет И пробивает Причем Вовремя Включает Механизм Который проводит Серии Здорово Отработаны Эти серии У Мерзы Сейчас Пошел Настоящий Тайский Бокс Хороший Тайский Бокс Где Довольно Часто Практикуется Вот эта работа В ближнем бою Удар коленом По корпусу Ну вот Правила Тайского бокса Суперлиги Немножко изменены Не разрешается Бить с развороту Обратной стороной Перчатки И не разрешается В клинче Бить по спине И удар В челюсть Мощнейший удар Железный кулак Оли Баю Ларсон Пробивает И Фадимир На полу Но Рефери Не считает По-моему Все было правильно И попал Ларсон Очень хорошо Подхватывает Левой рукой Я думаю Сейчас надо Добивать Иначе Уйдет Фадимир За свой угол Там Секунданты Обработают Освежат И реальный шанс Досрочно закончить Поединок Уплывет Вот вам и железный кулак Несмотря на то Что Гораздо ниже Оли Баю Ларсон Бьет На дальней дистанции И хорошо Разработался В третьем раунде Предыдущий бой Он Выиграл Выиграл по очкам Пятираундовом поединке Это Был очень Сложный бой Но Вот так Закончился Третий раунд Два раунда Фадимир завел Очень Аккуратно боксировал Внимательно И надо же было Этому случиться Что вот так Он в концовочке Пропустил Кстати Удары коленом Я думаю Сыграли свою роль Здорово Отнимает Силы Такой удар По корпусу Дыхание Сбивается И Оказался На полу Поймал На выходе Из Защиты Фадимир Зу Поли Баги Ларсон Поймал Поймал тот самый момент Когда был закрыт Перчатками Не видел А это большая ошибка Для боксера Даже уходя в глухую защиту Надо видеть своего соперника Иначе Очень быстро Накажут Это азы Боксерской техники Вот сейчас Как заботливая Няня Рефери Этого поединка Рик Коку Из Нидерландов Вытирает Оли Баги Ларсена И Четвертый раунд Фадимир Зу Слева В синих трусах Оли Баги Ларсон В черных трусах Датчанин Мне понравился Как отработал Третий раунд Просто был очень интересный И все началось сначала Вот только сейчас Начинается этот бой Фадимир Зан Не хочет проигрывать Второй бой подряд Хорошо боксирует Ларсон Несмотря на то Что первые два раунда Шло все как-то Немножко наперекосяк У него Сейчас внимателен Все удары В основном Фадимир Зу Идут куда-то мимо Прикрыт Ларсон И сам в то же время Очень опасен На дистанции Ну очень хорошо Что Супер Лего Исключила из своих правил Клинч во время поединка Бой проходит Более динамичен Кстати Динамичный И кстати Этим принципом Руководствуется К1 Никаких клинчей Никакой возни Рефери сразу разводят И только бой Бой Вечный бой Покой нам только снится А уж боксерам Тем более в ринге Вышел так дерись Сейчас едва не поймала Оля Ларсон Своего соперника Мерзай как раз Немножко потерял равновесие На ногах стоял Нечетко Но Фадимир Зай Еще может пробить И вы знаете Он Совсем не намерен Сдаваться Прозвище Оля Ларсона Я напомню Железный кулак Я думаю Что при такой работе Кулак не заржавеет Молодчина Вадимир Зай Работает серьезно И По-прежнему По-прежнему Вызывает Вызов на бой Продолжается Хорошо сработало В третьем раунде Корпус коленом Оля Баги Ларсон И я думаю Что именно Эти удары По корпусу Позволили ему Затем Успешно Провести Мощные атаки В конце Третьего раунда А сейчас Четвертый раунд Довольно ровно Прошел То О чем я говорил А именно То что Прозвучал гонг И Фадимир Зай Немножко восстановился За время Минутного перерыва Именно это Не позволило Оле Баги Ларсон В четвертом раунде Добиться Такого явного Успеха Довольно ровно Прошел четвертый раунд Даже в конце Контратаковал Фадимир Зай И самое Решающее Начнется сейчас В пятом раунде Поединка Суперлига Тайский бокс Кикбоксинг Чемпионы Европы Чемпионы мира Собрались Здесь Чтобы помериться С силами И Швейцарский Винтертур Гостеприимно Принимает Лучших боксеров Средневесов На радость Нам с вами На радость Многочисленным Болельщикам Которые В швейцарском Зале Собрали сейчас И болеют От души Последний раунд И решающий раунд Кто сейчас Будет Более активен Тот и Я думаю Одержит победу Вадим Ирза В синих Трусах Оля Баги Ларсен В черных В открытый Идет вперед Ларсен Но вынужден Захватывать соперника Вот то О чем я говорил Рефери тут же Разводит Боксеров В тайском боксе В обнимку Могут танцевать Довольно долго Обрабатывая Бока коленями Здесь Это не проходит Европейский зритель Привык К динамичному Зрелищу И сейчас Вот пропускает Навстречу Вадим Ирза И Просто отчаянно Ринулся в атаку Оля Ларсен Но Канатом его прижимает Вадим Ирза Пытался навстречу Пробить Ларсен Но Немножко прозевал момент Я думаю Что он может упустить Также Возможность Досрочно Завершить поединок Хотя у него Реальная возможность Есть Чуть-чуть пособраннее Чуть поактивнее И не сближаться Не терять Вот этой самой Рабочей дистанции У него получается Проходит Чуть только быстрее Начинает он действовать Все получается Однако пропускает Молодец Вадим Ирза Идет Настоящий Бой До конца Просто очень устали Боксеры Ну и добавить правый Я думаю Что и прошел бы Этот удар Хотя Вадим Ирза Тоже делает ставку На один решающий удар Чтобы Сразу выровнять ситуацию И Может быть И вырвать победу Руки выше Показывают В углу Да Действительно Нужно Не забывать О руках И пропустить Ведь Есть реальная возможность В конце раунда Зевнуть И пропустить Удар Окажешься на полу И сидит Вадим Ирза Ну просто Видимо Споткнулся Удар в корпус Очень опасный И сейчас Коль удар Неговой Проходит Надо переводить На голову И заключительные 20 секунд И вроняет Фадим Ирза Подсечку Сделал И уронил Своего соперника Фадим Ирза Конечно Устал Очень устал Оли Баги Ларсон Хороший У него был взрыв В третьем раунде И Четвертый Раунд В напряжении Прошел Пятый Просто Сплошной Обмен Ударами И Я затрудняюсь Сказать Кто Победил В принципе Могут вновь Поднять руку Оли Баги Ларсена Из Дании Ну Также возможно Что и австрийцу Отдадут Фадим Ирзе Я не буду Брать на себя Этот тяжкий Ответственный Труд Судей В принципе Конечно же Все таки Преимущество На стороне Оли Баги Ларсена Однако Если И По очкам То Не единодушным Решением Арбитра Хороший Боец Ничего Не скажешь Вот вам И спокойная Дания Тихая Порой Дождливая Но Не дают Датчане Покоя Русалочки Все время Куда-то Голову Ее Девают Знаете Там есть Такая Красивая Скульптура По мотивам Андерсена Оли Байо Ларсен